Восьмилетнему Ярославу Саунину нужна помощь. У него тяжелая патология кишечника. Через два месяца операция. Только после этого он сможет нормально питаться. А сейчас необходимы специальные дорогостоящие смеси. Я живой. Я завтра проснулся. Я не знаю, почему он начал такие вопросы задавать. За два месяца восемь операций. Не каждый взрослый выдержит, а этот малыш держится. Таня, мне платье. Нету, нету в речке мяч. Родился с непроходимостью кишечника. Удалили часть органа. Операция сложнейшая. Семь лет ничего не беспокоило. А потом резкая боль в животе. Ему удалили почти весь тонкий кишечник. Потом целый месяц у него состояние ухудшалось. У него почти все время была температура под 40. У него начал гнить живот. В общем, состояние было критическое. Мне говорили, чтобы мы уже готовились к самому страшному. Но надежда не покидала. Ребенка доставили в Москву. Столичные медики назначили лечение. Подобрали препараты и специальное паранетеральное питание. Через капельницу. Вот так. 15 часов в сутки. Конечно, неподъемно. Потому что в среднем цена на лечение в месяц 180-200 тысяч. Кроме лекарств, мне еще нужно покупать расходные материалы. Капельницы, пластыри, бинты, шприцы. Поликлиника пока вообще ничем не помогла. Вообще пока ничем. Они рассматривают. Сказали, что пока на сегодняшний день они нам могут дать только Викасол, стоимость которого 60 рублей. Сегодня Росфонд вместе с журналистами ГТРК Новосибирск объявляет сбор средств на покупку специального питания для Ярослава. Отправьте СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. В сентябре у мальчика новая операция, после которой он сможет наконец сесть за стол вместе со всей семьей. Как выздоровит, мама пообещала купить любимый арбуз. Татьяна Чачурова, Евгений Живаев. Вести. Новосибирск.